Старинный, основанный Иваном Грозным в 16 веке город Арзамас, издалека смотрится словно огромный сказочный Кремль с бесчисленными башнями-колокольнями и куполами. Когда въезжаешь в центр города, оказываешься будто в 19 веке. Начинать знакомиться с Арзамасом лучше всего с его центральной площади. Посреди нее стоит здание магистрата 18 века. Да, магистраты были не только в европейских городах. Сейчас в нем устроен музей патриаршества. Главенствует на площади грандиозный воскресенский собор в стиле классицизм. Во время съемок он был на реставрации, а без лесов выглядит так. Собор окружают портики по 12 колонн каждый, размах столичный. Стоящая рядом зимняя церковь-живоносный источник кажется небольшой, но лишь на фоне собора. На самом деле она большая и просторная. Старинный свято-николаевский монастырь на центральной площади был основан в 16 веке. По площади он небольшой, с красивым изящным собором в стиле барокко. Здания братских корпусов и храма стоят близко друг к дружке, поэтому создается ощущение уютного пространства, к тому же щедро украшенного цветниками. Колокольню собора украшают яркие мозаики с изображениями святых, а посреди монастырской территории стоит блюдо для сбора средств на корм для кошек и собак, которых приютили при обители. Сразу за стенами монастыря проходит самая живописная Арзамасская улица – Гостиный ряд. Она так круто спускается к берегу речки Теши, что даже тротуары на ней со ступеньками. Здесь сохранилось множество старинных лавок и торговые ряды. Торговля в Арзамасе была обширной. Гостиный ряд выводят в сторону села Выездное, откуда открывается лучший вид на панораму города. Село по праву называют воротами Арзамаса. Дорога через Выездное ведет в село Красное, где сохраняется старинный промысел – изготовление самой популярной русской зимней обуви – валенок. Местные жители даже помнят здешний тайный язык, на котором говорили ремесленники. В 19 веке в селе Красном зародился валяльный промысел. Очень было развито кожевенное производство. Много оставалось шерсти от этого производства. Сначала ее закапывали, но многие предприимчивые люди, купцы, стали организовывать, производить из этой шерсти изделия. Чтобы скрыть секреты своего мастерства, умельцы придумали особый язык матрайский. «Привет, шеварга, цокулайш». Традиционно техника валяний валенок не изменилась. Стригли овец, коз и даже собак. Стригли металлическими ножницами, чесали деревянным гребнем. Раскладывали на столе, присыпали мукой, смачивали водой и формировали вот такой вот большой полувалок – шерстяной валенок. Процесс валяний переходил в избустирню. Это как русская баня. Там находилось два котла. В одном котле был раствор серной кислоты, чтобы брать животный жир, а в другом находился кипяток. Этот процесс занимал в кипятке от пяти часов до полутора-двух дней. Брали вот такую вот матрайскую колодку. Она состоит из четырех частей. Носовая часть, которая разъемная, пяточная и серединочка. Надевали заготовку на колодку и уже формировали размер и объем валенка. На смену кустарного производства пришло промышленное производство. Появились шерстобитные машины. Шерсть уже проходила через кардочесные валы и уже чистым пластом выходила для дальнейшего использования. В 1933 году в селе Красном была организована артель-ударник для изготовления изделий из войлока. Во время войны, когда мужчины ушли на фронт, остались женщины-стреки и подростки. Эта артель выпускала сукно и обувь для фронта. Было выпущено свыше 30 тысяч пар обуви и обута свыше 35 дивизий. Сейчас мы с тобой будем валять сувенирный вальник шептунчик. Почему шептунчик не знаешь? Говорят, что в него, если нашептать желание, то она обязательно исполнится. Сейчас мы будем намыливать это все, потому что шерсть с мылом гораздо быстрее сваливается. Теперь самый ответственный момент. Сейчас нам нужно вот из этого пласта завернуть, сделать полувалок. Помнишь, мы в музее видели большой, высокий, да? Вот он называется полувалок. Вот мы сейчас будем делать то же самое. Ну смотри, какой уже прям вальник получился. И начинаем с тобой его валять со стороны на сторону, переворачивать, переваливать, перекатывать. Их уже раньше звали не только валенки, называли еще катанки. Берем сначала носочек, одеваем туда и натягиваем на носок. Теперь мы вставляем пятку. Пяточка у нас внизу, вот здесь округлая немножечко. Снимаем с колодки в обратном порядке. Сначала мы вынимаем клеин, потом пяточку, а потом носок. И получились у нас с тобой не пара, но два валенка. Держи. Шепчи туда, чего хочешь, но делай все сам. Не только валяние валенок было здешним промыслом, но и разведение особой знаменитой породы гусей – арзамасских. Бойцовые гуси, крупные, мясистые, воинственного нрава, высоко ценились по всей России. Арзамасские гуси – один из символов города. Здесь на одной из центральных улицах целая стая. Правда, они побольше, чем натуральную величину, зато не шипят и не щиплются. Аркадий Гайдар в повести «Школа» так описывает арзамасс. Город был похож на монастырь, стояло в нем около 30 церквей. Невзирая на ход времени, здесь и сейчас сохранилось множество храмов. В центре города возвышается красавец Спасский монастырь. Его главное украшение – изящный Благовещенский собор в стиле барокко. Самый высокий в городе, видно издалека. Он выходит на симпатичную небольшую улочку Мучной ряд. Здесь были торговые ряды. Чуть дальше от центра виден комплекс подворья Серафима Дивеевского монастыря. Пара храмов – Смоленский и Рождества Христова. Оба храма раньше были приходскими, построены на средства арзамасских купцов. Последний по проекту архитектора Тона, автора храма Христа Спасителя в Москве. Он примечателен тем, что недавно в нем был установлен уникальный фарфоровый иконостас, выполненный на местном заводе. Самый известный в арзамассе писатель, конечно, Аркадий Гайдар. Он провел здесь детство и юность. Сохранился дом, где жила семья Голиковых. Это была настоящая фамилия Гайдара. В нем устроен музей писателя с его подлинными вещами. А в соседнем просторном здании – литературный музей. Связан арзамасс и с Пушкиным. По удивительному совпадению, первое литературное общество в Петербурге, где поэт состоял, называлось Арзамасс, хотя практически никто из членов кружка в этом городе не бывал, кроме самого Пушкина. Неугомонный путешественник Александр Сергеевич Пушкин бывал в арзамассе как минимум девять раз. Впрочем, это неудивительно. Примерно в сотне километров отсюда находится его имение Большое Болдино, то самое, где поэт провел знаменитую болдинскую осень. На окраине Арзамасса, около железнодорожного переезда, стоит уникальный мемориал – часовня и композиция из искореженных обломков металла. Этот трагический памятник посвящен жертвам взрыва на железной дороге, в результате которого погибло почти 100 человек, ранено более 700 и сотни остались без крова. Улицы Арзамасса невероятно богаты старинными зданиями. Купеческие и дворянские особняки самых разных размеров и с самым разнообразным убранством можно встретить везде, в старой части города. Арзамасские жители были очень изобретательны по части украшения своих домов, которые и по сей день радуют глаз путешественника. Для любителей старины здесь настоящее раздолье, атмосфера старинного городка, необыкновенные по красоте храмы и монастыри, живописные виды и необычные памятники, и туристическая инфраструктура неплохо развита. Видимо, сказывается соседство с Нижним Новгородом и знаменитым Дивеевским монастырем. Все это делает Арзамасс одним из самых привлекательных для путешественников мест Нижегородской земли. В каждом выпуске мы рассказываем о необычных и интересных местах. Подписывайтесь на канал, пишите, о чем еще хотели бы узнать, смотрите и путешествуйте!